Детская школа искусств Строительный гул стих, и теперь здесь вновь зазвучали звонкие детские голоса и произведения великих классиков. Поздравить учеников и их преподавателей со столь значимым событием прибыли многочисленные жители аула и почетные гости. Я хочу поздравить вас всех, поздравить в целом нашу республику, что у нас еще очередной шаг в развитии культуры. Пожелать ребятам, которых здесь много, Сыжи-то большое, рядышком город Черкесск. И действительно, чтобы перенимали и опыт наших старших, которые огромный вклад в культуру внесли, за что спасибо им. Ну, теперь у вас есть все возможности, чтобы это подхватывать и еще выше поднимать. В школе теперь светло и уютно, а каждый уголок наполнен красотой и творчеством. Но еще совсем недавно любовь к искусству педагоги перебивали детишкам в удручающих условиях. Обшарпанные полы и стены такая атмосфера явно не пробуждала чувства прекрасного. Здание детской школы искусств в ауле Псыш было построено в 1981 году и уже давно требовало существенных вложений. Строители провели не просто капитальный ремонт, а капитальную реконструкцию. Укреплять стены, которые пошли трещинами, не было смысла. Поэтому решили снести здание и, по сути, построить новое, уже из современных и качественных материалов. Что примечательно, все этапы реконструкции мониторили представители «Единой России». В день открытия школы они тоже пришли в гости к юным талантам. Мне очень приятно, что руководство района, естество культуры, очень внимательно отнеслись к строительству именно этой школы. Почему? Потому что это не просто реконструкция, но это практически строительство нового здания. И это большая, огромная работа проделанная, которая сегодня действительно востребована. И уверен, что очень многие ребята, Устан Амуратович сказал, что здесь занимается уже больше 300 детишек. Я уверен, что из Черкеска сюда стоимость будет ездить. Площадь нового здания почти 700 квадратных метров. А значит, теперь места здесь хватит всем. В обновленной школе искусств, в частности, появился свой концертный зал. Нет сомнений, что благодаря этому она станет местом культурной жизни аула. Кроме того, есть хореографическая студия, и танцорам больше не придется ютиться в неприспособленном помещении. После капремонта своя мастерская появилась и у юных художников. У меня очень талантливые детки. Они очень трудолюбивые. Им очень нравится тем, чем они занимаются. Ну, естественно, наша новая школа вдохновляет на новые творческие успехи. Школа искусств претерпела свое масштабное преобразование благодаря национальному проекту «Культура», который меняет до неузнаваемости подобные учреждения по всей стране. Превращая их в современные и комфортные. Я же как представитель журналистского сообщества, которое наблюдает, отслеживает ситуацию в регионе, в стране. Ну, скажу так, у нас открываются подобные школы, ТК, образовательные школы, вы знаете, практически всюду. И это все в последние годы происходит на такой системной основе, что уже даже вошло в привычку. В целом, о чем это говорит в масштабах нашей страны? О том, что политика нашего государства, она максимально социально направлена. Именно вот сейчас. Несмотря на санкции, несмотря на какие внешние угрозы, несмотря на СВО, Владимир Путин все равно оставляет социальную направленность нашего государства и внутренней политики. И это здорово. И в дальнейшем этот курс будет наращиваться. Директор школы Фатима Лайфишева устроила для нас небольшую экскурсию, в ходе которой рассказал, чем может похвастаться новое издание. Здравствуйте, Фатима Владиславовна. Поздравляю вас с открытием школы. Проведите для нас небольшую экскурсию. Вот с чего начинается ваша школа. Добрый день. Спасибо за поздравление. Ну, давайте начнем экскурсию. Ну, наверное, несколько слов я скажу об истории создания школы. Школа наша была создана в 1981 году как музыкальная школа. Основателем школы была Ионова Ирина Хасановна. Она долгие годы руководила учреждением и сейчас работает в нашей школе. А в 1993 году путем объединения музыкальной и художественной школ школа была преобразована в детскую школу искусств. Долгие годы школа представляла собой небольшое одноэтажное здание с несколькими кабинетами. Концертного зала не было, хореографического класса не было, класса для занятий художественного отделения. Конечно же, мы мечтали о новой школе. Мы хотели иметь и концертный зал, чтобы мы проводили концерты, и чтобы хореографы у нас занимались в хорошо оборудованном хореографическом классе. И вот в 2021 году, благодаря национальному проекту «Культура», в школе началась масштабная реконструкция. А в 2023 году она была завершена. Давайте пройдемся, начнем с концертного зала. Сердцем школы является концертный зал, в котором юные дарования могут показать свои творческие успехи родным и близким. Да и просто каждому желающему приобщиться к искусству. На сколько мест рассчитан концерт? На 95 мест. Всех желающих сможет вместить? Ну, может быть, и не совсем вместит, потому что всегда желающих очень много. На концерты всегда к нам приходят и родители, и родственники, и просто жители аула. Но, тем не менее, нам есть с чем сравнивать. Ну, вот этой сцены ее хватит? Хватит. Хватает. Вот сколько выступающих может одновременно находиться здесь? Ну, вокалисты у нас человек 20, даже 25 мы можем уместить. Хореографические классы – отдельная гордость школы. Это у нас хореографический класс, где занимаются наши детки, хореографы. Это наша радость, гордость этот хореографический класс. Мы долгие годы мечтали об этом. У нас молодые специалисты, преподаватели. Это вот Диана Емельевна и вот Юлия Юрьевна. Они занимаются с детками. Сегодня они разучивают балет, да? Какие еще танцы? У них разные предметы. У них и классика, и ритмика, и гимнастика, и народно-сценический танец, и национальный. Различные танцы они проходят. Сколько здесь деток могут заниматься? Ну, здесь вот 23 ребенка могут заниматься одновременно на уроке. Конечно, главной ценностью любой школы, будь то общеобразовательной или искусств, являются преподаватели, которые всецело отдают себя своему делу. Мы учим разным направлениям. То есть у нас идет классика, народные, национальные, постановки разных танцев. То есть там идут уже смешанные направления, есть же также народные, классика и тому подобное. А дети не теряются, когда несколько танцев? Нет. Они, наоборот, с удовольствием к нам ходят, занимаются. Мы видим их прогресс, какие они приходили к нам до и какие сейчас стали. Ну, а из этой мастерской, возможно, уже в ближайшее время выйдут будущие Сальвадор Идали и Пикассо. Это класс, где занимаются у нас учащиеся художественного отделения по программе декоративно-прикладное творчество. Мы тоже долгие годы ждали, пока у нас будет хотя бы один кабинет. Вот он у нас появился. Детки с удовольствием ходят, рисуют. Вот преподаватели у нас Брежахина Надежда Алексеевна и Брежахина Светлана Степановна. Вот они занимаются с детками. Юные таланты есть? Конечно же, конечно же. Наши дети участвуют во многих выставках, конкурсах и занимают первые, вторые места. У преподавателей и учеников школы появилась также возможность наслаждаться звучанием новеньких инструментов. Они были приобретены на средства, выделенные в рамках федерального проекта «Культурная среда». Старые инструменты хоть и прослужили верой и правдой долгие годы, но все же они не вечно имеют свой ресурс. Преподаватели знают, как порой было досадно, когда во время выступлений на конкурсах западали клавиши. В такой ситуации никакое мастерство не спасет от провала. Многие годы наши дети занимались на изношенных инструментах, многим из которых было более 40 лет. Конечно же, это затрудняло процесс обучения, мы их часто настраивали, и тем не менее это не особо помогало. В 2021 году в рамках федерального проекта «Культурная среда», национального проекта «Культура» школой были приобретены музыкальные инструменты. Это пианино, гитары, скрипки, радиосистема, интерактивные комплекты. Впервые в истории школы появился у нас рояль для концертного зала. Расскажите про преподавательский состав. Преподавательский состав у нас слаженный, творческий, любящий свою профессию, детей. У нас в школе работают творческие коллективы преподавателей, учащихся. Наши воспитанники принимают участие в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня. Это международного уровня, всероссийского, республиканского. И весьма успешно занимают первые, вторые места, гран-при. Ежегодно мы обновляем стенды с грамотами наших воспитанников. Также при школе у нас создан клуб авторской песни, руководителем которого является Кульбакина Елена Анатольевна. В него входят творческие коллективы, такие как ансамбли гитаристов и вокально-инструментальные ансамбли. Детки с удовольствием поют, занимаются, посещают конкурсы, фестивали, как в небольших городах, таких, например, как Пятигорск, Майкоп, Армавир, так и в крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург. В этом году наших детей уже приглашали как почетных гостей на фестиваль. Вот они участвовали в галоконцерте и с удовольствием это сделали. Благодаря новым инструментам в школе появилась возможность собрать свой большой инструментальный ансамбль. У меня самые лучшие ребята. У меня детки занимаемся и авторской песней, занимаемся хоровым пением, много жанров эстрадным пением занимаемся, много ездим по фестивалям, по конкурсам. Наши награды здесь у нас все стоят, видели уже. Так что работаем. Как вам новая школа, как ребятам, главное? Ну, замечательно. Мы очень рады. У нас просторный класс. Мы все помещаемся теперь в классе. Вот. Очень нравится. Довольный преподаватель, довольные ученики. Вот главный показатель успешно завершенного ремонта художественной школы. Конечно, стало гораздо легче работать. У нас необходимые все оборудования есть. Вот интерактивная доска, допустим, вот для преподавания теоретических дисциплин. Это очень удобно. Детям очень доступно. Все интересно преподносятся. И они с большим удовольствием к нам приходят. Мне тут нравится, как тут обустроили вот это все. И учителям нравится. И все тут нравится то, что есть. О том, какие еще объекты культуры в ближайшее время откроются в республике, нам рассказал министр культуры Карачао-Черкесии Зураба Гирбов. У нас очень активно продолжается реализация в Карачао-Черкесии национального проекта культуры. И та часть его, которая посвящена как раз развитию инфраструктуры, зданий, здесь в Карачао-Черкесии продолжает оставаться одним из лидеров. В этом году мы в работе своей ведем почти 10 разных объектов. Часть из них это переходящие с прошлого года. Мы заканчиваем строительство, которое шло 2, некоторые объекты 3 года. Запускаем новые объекты. И вся наша работа делится на два направления. Это дома культуры, детские школы искусств. Наверное, наиболее ярким из этих проектов для нас является строительство Творца культуры, или правильно сказать, культурного центра в поселке Донбай. Потому что это наш первый проект, который мы ориентируем в большей степени на нашего гостя, на туристов. Потому что понимаем, что большое количество наших гостей приезжает сюда именно за тем, чтобы познакомиться с нашей культурой, нашими традициями. И очень важно сейчас параллельно вести и строительные работы, и готовить команду, готовить новые проекты, которые мы позволяли нашим гостям-туристам узнать, что же такое Карачаево-Черкесие. Какая великая история у каждого из народов, проживающего здесь, и как она сохранилась в каких-то исполнительских проектах, которые мы вот сейчас будем по-новому у вас создавать. Поэтому такой зал нам очень нужен. Это будет большой зал, нам больше 400 мест планируем, что будет. Будет галерейное пространство. И сам дизайн, новый подход. Вот если раньше мы в нашей республике строили в основном типовые дома культуры, по одному проекту, в которых было почти все, что нам необходимо, здесь проект новый, и он будет для нас уникален. Вот с учетом, что проект заточен на туристов, который учится как-то интуризм, помогает? Нет, здесь мы с ними, думаю, это и обсуждать не имеет смысла, потому что тут разные совсем программы, у нас именно в создании нет точек пересечения. Ну, по наполнению дальше мы будем, конечно, вместе работать, проводить общие мероприятия там. А какие еще угрозы у нас есть? Очень важно для нас вести работы и в детских школах искусств, в детских музыкальных школах, потому что именно в них закладывается будущее нашей культуры. Мы в прошлом году, я думаю, очень успешно завершили проект детской музыкальной школы номер один в городе Черкесске на улице Ворошилова. Сейчас это здание одно из самых красивых зданий детских музыкальных школ в России. Вообще наш проект очень высоко оценили в Министерстве культуры Российской Федерации. Но сейчас мы, после того, как в Черкесске усилили это направление, мы сейчас по районным центрам занимаемся усилением школ. Вот одна из наиболее активных школ, но в то же время одна из наиболее старых, нуждавшихся в такой поддержке, является школа имени Седакова в Ауле Хабес, которая на самом деле имеет очень давние крепкие традиции, очень крепкий коллектив, у них есть и замечательные преподаватели, которые не только преподают игру на национальных инструментах, но и сами создают эти национальные инструменты. Очень хорошо действует в районе в целом клубная работа, поэтому мы видим, что детей, желающих сохранять национальную культуру, очень много, и поэтому мы еще в прошлом году запустили большой капитальный ремонт этой школы, но по сути мы преобразим все здания, и абсолютно новые здания мы должны сдать, надеемся, к концу этого года. Поэтому двухкодичный проект обедской школы имени Седакова мы в этом году будем считать из образовательных учреждений наиболее крупными. Но в целом по республике мы стараемся равномерно распределять наши задачи, поэтому проекты домов культуры у нас реализуются и в Зеленчукском районе, и в Хабецком районе, и в Ногайском районе есть дом культуры, который мы ремонтируем как раз в сжатые сроки, там дом культуры маленький. В поселке Эркин-Юрт мы уже завершаем работу и в ближайшее время уже надеемся торжественно открыть дом культуры. Поселок Ударный, там у нас очень красивое здание, которое действительно тоже один из примеров наследия советской архитектуры, там чудесная мозаика, сохраняется вообще уникальная для нашего региона, и работы там идут активно. В этом году мы их тоже завершим двухгодичный проект. И вот только сегодня прямо перед вами приходила глава Исправненского сельского поселения, где тоже завершаются работы по ремонту дома культуры в Хуторе-Ново-Исправненске. Хутор небольшой, дом культуры тоже небольшой, но есть там окружки, есть и коллективы, которые занимаются, поэтому даже для небольших населенных пунктов это актуально. Поэтому сейчас большая задача для нас это наполнение отремонтированных зданий, помощь им с оборудованием, потому что у нас в республику доводится федеральная субсидия на укрепление материально-технической базы домов культуры. И они на конкурсной основе подают заявки, рассказывают о своей работе и соревнуются за эту субсидию. Но прежде всего, конечно, мы стараемся направить ее на новые, отремонтированные или построенные дома культуры. К сожалению, всех потребностей наших это субсидия не покрывает, потому что порядка 4 с небольшим миллионов рублей на всю республику выделяется. И сегодня мы видим, чтобы отремонтированный дом культуры или новый дом культуры оснастить, сумма нужна порядка 4 миллионов рублей. То есть мы сейчас стараемся самые горящие вопросы закрывать с помощью этой субсидии. Но, повторюсь, нам сейчас важно, чтобы дома культуры, как и все учреждения культуры, сегодня учились зарабатывать деньги, работать по пушкинской карте, которая все более популярна у молодых зрителей, уметь работать с туристом и уметь своим талантом зарабатывать. В целом, это сейчас у нас в стране основная доктрина, что талант, он должен приносить прибыль человеку, который находится в сфере культуры. Вопрос серьезный, надо многому учиться, но это огромный потенциал для наших жителей республики, именно для деятелей культуры, потому что, если все посчитать деньги, которые на пушкинской карте, например, этих денег больше Москва доводит, чем на стройке. То есть дома культуры могли бы еще больше сами зарабатывать, чем получают субсидию из Москвы. Поэтому это очень важно сейчас, просто нужно всем перестроить эту работу и даже в маленьких населенных пунктах учиться зарабатывать своим талантом. Мы здесь выстраиваем определенную логику. Нам очень важно, приоритетным было отремонтировать, привести в порядок и заставить работать по-новому, прежде всего, районные отделы культуры, дома культуры, потому что районный дворец культуры – это опора для всего района. Там находятся и специалисты, и артисты, которые обеспечивают культурным продуктом весь район. Но сегодня мы практически везде, во всех районных центрах эту задачу решили и можем уже заниматься потребностями следующего порядка. Это населенные пункты, где уже проживает несколько тысяч человек и до тысячи. Надо, опять же, понимать, что мы отдаем предпочтение в нашем выборе учреждений. Потребенностей-то больше, чем у нас есть возможностей. Поэтому мы комиссионно определяем, где ведется хорошо работа, где точно есть уже штат, где точно есть коллективы, которые будут заниматься с детьми, которые уже выступают. Потому что в населенном пункте, где есть просто здание, и там нет возможности уголовное поселение выделить большие зарплаты, много людей набрать, это, конечно, бесперспективная история, потому что уже его реализация. Мы должны видеть, что люди работают, что там есть и эти культуры, и здание не будет пустовать, не будет стоять и ждать, когда же появится хотя бы одна еще единичка, чтобы что-то там проходило. Мы деньги вкладываем только в тех, кто работает. Тут надо еще понимать, что нацпроект федеральный, он в свои сроки изначально имел до 2024 года. Сейчас в Москве, в Минкульте, в правительстве федеральном идет большая работа по продлению нацпроекта. Его перезапустят, потому что не все, что нам нужно, зачастую можно подать в рамках этого проекта национального. Поэтому сейчас будут меняться его правила, и мы с нетерпением ждем объявления на уровне главы государства, потому что нацпроект будет продлен, потому что, конечно, мы еще не закончили работу. Не все населенные пункты у нас обеспечены учреждениями культуры, не все из действующих наполнены. Но я думаю, что эта работа хороший темп набрала и будет закончена. Все-таки культура – это основа любого государства, любого народа. Я рад, что у нас это понимают и руководители, и все больше и больше понимают сами деятели культуры, которые уже начинают брать ответственность за сохранение культуры, а молодежь начинает включаться в этот процесс. Ну, по-другому, наверное, нельзя, потому что инфраструктурно мы очень сегодня обеспечены государством. Главный вопрос – это люди, которые должны научиться, должны придумать, как вот эту всю систему использовать, чтобы и сохранять культуру, и, раз уж выбрали дело всей своей жизни, научиться зарабатывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова